здравствуйте я константин бессонов главный конструктор печей кодлов и каминов тмф мы рады приветствовать вас на выставке акватерм 2023 где компания тмф выставляется уже более 20 лет и сегодня пользуясь возможностью нашей экспозиции на выставке я хотел бы как можно более подробно рассказать о нашей продукции и особенностях показать все модельные ряды которые мы сюда привезли показать как они выглядят рассказать как они работают рассказать о чем там речь пройдемся буквально сейчас по каждому изделию расскажем вот все что знаем ничего не утаим приглашаю вас остын давайте начнем с печи камина сафари наверное можно поговорить о технических свойствах и внешнем видео это два главных отличия первое свойство это то что это отопительная печь камин небольшой камин со стеклышком который отличается от всех прочих тем что в этот кожух отдельно про него поговорим почему он такой почему и такую форму и в кожу дымохода можно загрузить камней теплоаккумулирующих более 200 килограммов таким образом у вас получается гибрид камина отопительной теплоаккумулирующей печи но отдельно сказать про внешний вид в отделке этого камина использовалась очень интересное такое решение русского математика григория феодосиевича варанова и вот этот орнамент который видите он называется сетка варанова что это такое можно посмотреть и понять следующий такой оригинальный камин интерьерный для помещения это печь камин панголина которая названа в честь очень известной такой зверушки доисторической у которого есть вот такая чешуя но мы эту чешую панголина воспроизвели из терракотовой керамики терракотовая керамика это древнейший материал для изготовления печей таким образом кроме оригинального внешнего вида у вас как бы дома глиняная печка перед вами наш первый опыт литья отопительных печей это интерьерная опять-таки чугунная отопительная печь мангазея прежде всего от всех своих собратьев чугунных отопительных печей она отличается совершенно оригинальным дизайном у нее нет прототипов она ни с кого не станут они слизаны честно говоря эта форма мне приснилась она спорная она вызывает много обсуждений но по крайней мере это совершенно оригинальная наша разработка это классная чугунная печка я надеюсь что многие знают есть два вида отопительных печей это с максимально теплоизолированным топливником из топлива металлический который максимально охлаждается мы говорим о втором виде печей известно всего пять видов отопительных металлических печей с максимальным охлаждением топливника это так называемая буржуйка и так называем печи булильян это печи профессор бутаков это печи огонь батарея и мы в этом году впервые показываем вашему вниманию печи пятого поколения это отопительные печи фаренгейт это линейка печей рассчитанную на разную мощности на разные объемы отапливаем помещения главное отличие этих печей пятого поколения в том что радиаторный способ охлаждения топливника потому что ну лучше радиатора для рассеивания тепловоздух человечество ничего не придумала и второе очень важное свойство в этих печах наружное поступление воздуха для горения дело в чем что печи длительного горения или печи тления они имеют довольно низкую температуру выходящих газов и поэтому всегда есть большой риск опрокидывания тяги что дым продукты горения или не дай бог углекислый газ моноксид углерода попадет в помещение так вот в этих печах воздух для горения берется с улицы и таким образом есть что-то произойдет с тягой то продукты горения дым угарный газ попадут небо отапливаемое помещение а куда-то на улицу в подвал перед нами наш такой первый опыт мф в изготовлении дорогих красивых интересных каминов это известная печь камин визиера она отличается необычной формой она отличается гнутым стеклом она отличается очень чистым горением и я хочу сказать что это единственная российская печь которая обладает самым высшим экологическим сертификатом одним из европейских экологических сертификатов которого в россии больше никого нет почему мы эту печь привезли на выставку потому что она теперь умеет вращаться вокруг своей оси на 360 градусов ее можно поворачивать к себе на холодной террасе вот в то направление куда вы хотите направить поток вот этого теплового излучения при этом вот поворотный узел есть снизу и в дымоходе дымоход стоит на месте печь крутится туда куда нужно я уже рассказал что у нас есть линейка печей в облицовке из терракотовой керамики это касаемо отопительной печи сента панголина мы тоже самое сделали такой же дизайн такой же облицовку для банных печей это банная печь альфа панголина здесь терракотовая керамика она в двух цветах это собственно терракота и шамот светлая это вы знаете шамотная глина по цвету и вот этот коричневый терракотовая керамика напомню что глина это древнейший материал для изготовления печей и один из самых старых и синтетических материалов человечества так что вот у нас есть такое сочетание ну а название панголина напомню что это от того что вот этого чешуйки полностью напоминают чушую такого экзотического зверя панголина здесь представлена банная печь гардарика в отделке из натурального камня серпентинита то есть те кому по душе природный камень со всей его живой текстурой живой структурой неповторимой абсолютно то вот со стороны парной ваша банная печь будет выглядеть именно так хочу напомнить что во всех наших печах практически бандах реализована очень интересная схема двойной пароподготовки когда в одной каменьки пар из воды которую вы подаете в камень превращается в пар и в другой каменьки перегревается это наш патент 2002 года но мы его старательно везде используем это наша новинка 2023 года банная печь для больших парных более 50 кубов или для коммерческих парных печь называется регалия вы видите что она сделана в облицовке из нержавеющей стали которая очень легка в обслуживании у нее панорамное стекло гнутое я думаю что это довольно уникальное торговое предложение банных печей с гнутым стеклом как у нашей визиеры я не видел и одно из главных свойств что она сделана в исполнении супер инокс то есть это нержавейка жаростойкая сталь в два раза утолщенная печь с очень большим ресурсом для коммерческого использования либо тот кто хочет жить по принципу что купил и забыл вот эта печь именно для этого это банная печь арабеска который выпускается двух модификации арабеска и арабеска xxl здесь на выставке представлена печь арабеска xxl но название этой печи дал именно вот этот характерный орнамент который называется арабеска эта печь оригинальной л-образной компоновки где дрова можно сжигать в топливном тоннеле и далее вот в вертикальной части печи расположена очень большая объемная каменка которая нагревается уходящими дымовыми газами и главная особенность эргономической этой печи что она занимает очень мало места парной поскольку часть длины дров мы вынесли стену разделяющую парную и комнату отдыха я думаю что те даже опытные и умудренные опытом эксплуатации продаж банных печей люди которые посмотрят вот на это необычный форм-фактор этой печи скорее всего ничего не поймут поэтому мы сейчас объясним что это такое вот есть огромное количество банных печей который называется печь сетка суть в том что топка банной печи обкладывается снаружи камнями но как ни крути как не украшаете сетки клетки решетки они все равно остаются сетками клетками решетками и поэтому мы решили попробовать закрепить камни вокруг топки вот такими интересными кронштейнами в которых нет никаких пересекающихся линий вот этих сетчатых клетчатых печь называется семирамида но ассоциация какая семирамида это висячие сады тут некие висячие каменные сады получились что камни висятся вода воздухе никакие клетки сетки решетки их не сдерживают ну встречайте вот первая такая банная печенье сетка на этой выставке там и впервые представляет свою абсолютную новинку это банная печь с закрытой каменкой чугунная банная печь закрытой каменкой черная жемчужина название этой печи дала абсолютно оригинальная чугунная закрытая каменка в виде шара которая находится внутри печи ну собственно так получилось вот этот черный шар зажатый между ее створками не оставил нам никого другого выбора как назвать вот петь черная жемчужина по функционалу главное отличие от многочисленных конкурентов эта печь отличается самым главным параметром объемом закрытой каменки то есть минимальный объем закрытой каменки сделала из нержавеющей стали 26 литров что в полтора два раза больше ближайшего конкурента а в чугунную каменку объемом 22 литра можно положить еще 33 килограмма камней и вместе с массой чугунной отливки закрытой каменки получается что в этой печи очень маленькой на вид есть внутренняя теплоаккумулирующая загрузка порядка 70 килограммов это огромное количество это огромный теплоаккумулятор именно печь для любителей русской первой бани это наше не новое изделие но очень известное и я не побоюсь опять злоупотребить словом уникальное это банная печь вариата баррель она изготовлена копии на виде бочоночка если посмотреть ее сзади как она выглядит из парной когда заполнена камнями мы настолько тщательно проработали геометрию бочонка что она даже но буквально с двух полутора метров для человек который ничего не подозревает одня неотличима от деревянного бочонка когда мы и проектировали очень тщательно изучали книги по бандарному искусству очень сложно долго делали вот эти вот детали клёпочек нам кажется что бочоночек стоящие в бане это очень органично хорошо и функционально при этом потому что печь можно заполнять камнями полностью либо частично подстраивая под тот микроклимат бани который вы хотите у себя иметь парной здесь можно посмотреть популярнейшую линейку наших банных печей сеток которые сделаны видео такой контурных бочонков здесь представлены три типа печей стояны это саяны мини саяны и саяны xxl это одна из самых популярных форм-факторов печей бочек которую нашему огромному удовольствию были воспроизведены огромным количеством производителей но вот этот форм-фактор печи бочки в виде оребрения впервые появился в компании тмф это был далекий 2010 год но тем не менее печи очень элегантную даже более того некоторые зарубежные производители воспользовались этим форм-фактором и произвели оригинальное изделие и даже я слышал что для печей подобного форм-фактора слово стоян и стала нарицательным здесь мы вам представляем линейку совершенно новых инновационных печей которые получили торговое наименование скоропарка в чем инновационность этих печей название возможно все слышали я бы хотел уделить особое внимание вот этим печам этой линейки почему потому что все знаем что банная печь одна из самых консервативных и не подлежащих по сути прогрессу изделий можно меняться с формой можно менять с материалом но что можно нового придумать банной печки вот оказывается можно у нас получилось и эти печи отличаются тем что они готовят русскую паровую баню не тепловым излучением и конвекцией и потом подачей воды на каменку как все привыкли это принципе новый класс банных печей который называется печи с непрерывной генерации перегретого пара печь устроена таким образом что она генерирует в парную струю водяного пара нагретого до температуры 400 500 градусов когда струя пара выходит в парную она не только увлажняет она нагревает и воздух и ограждающие конструкции автоматически поддерживает климат русской паровой бани практически печь для ленивых печь автомат я прошу вот самое пристальное внимание обратить на эту печь те кто ее боится возможно продавцы ее не знают и не могут ничего сказать посмотрите в ю тубе посмотрите в интернете сколько восторженных отзывов у любителей паровой бани которые воспользовались печами скоропарка не бойтесь пожалуйста да это совершенно инновационная непривычная вещь но то как быстро классно и качественно она готовит баню как она сушит перегретым паром вашу парную до звона это вот интересно по крайней мере поинтересуйтесь здесь представлены три модели печи скоропарка это самая первая скоропарка 2012 это скоропарка 2017 для самых больших парных и самая ныне популярная песня скоропарка 3 рядом самой печь название витруве почему витруве но если кто продвинутый знает кто такой витруве анский человек то помните как он раскинул руки вот вот тогда и ноги то есть как бы у нее экран вот такой ширины если посмотреть на экран то мы увидим что эта печка самым самым большим стеклянным экраном который только есть на рынке по крайней мере не в криминальном сегменте в сегменте эконом класса витруве печь самым большим экраном света прозрачный здесь наша самая маленькая банная печь она называется оса она очень маленькая но злая поэтому название оса но если есть самая большая печь должна быть самая маленькая потому что есть парные совершенно небольшие и допустим там 5-6 кубов и такое бывает вот эта печь идеально подходит для маленьких парных оса и заодно я хотел бы представить нашу новинку которая думаю заинтересует многих вот это дверца вот посмотрите в чем дело максимальный объем продаж печей с так называемой глухой дверью почему-то потому что они самые дешевые что мы сделали мы сделали вот такой интересный штамп интересную такую инновационную форму и все небольшого размера стеклышки которые у нас есть на производстве мы сюда просто вставили таким образом вы по цене стальной глухой дверцы покупаете дверь со стеклом который можно контролировать горение через эту небольшую щелочку вертикальную прекрасно видно горит ли печь интенсивно либо там угольки либо она потухла таким образом вот теперь все банные печи тмф со стандартной дверью они остекленные таким маленьким узеньким стеклышком дверцы очень красивые и функциональны перед вами находится печь с названием индигирка я думаю даже те кто далек очень от печей это имя печей слышали я не думаю что такая печь где-то есть еще мы объездили много-много страны европа и америка и азия но мы нигде ни на одной печной выставке не встречали подобное изделие способно вырабатывать довольно большое количество электричества из сгораемого мусора то есть когда у вас под рукой нет ни солярки не знаю чего там еще солнечного света для батарей но всегда есть то что горит вы можете затолкать в эту печку не знаю дрова мусор там чего угодно и вот этих батарей у вас будет либо постоянный либо переменный ток мощностью 50 ватт это очень много много из печей с мощностью электрогенерирующих полтора два с половиной ватта но дровяной печи которая вырабатывает электричество 50 ватт ну вот нам неизвестно здесь для генерации используется так называемый эффект томаса зи и бека это обратный эффект эффекту питье здесь спаяны такие интересные вещества как киллурид висмута и германит кремния при воздействии при прохождении теплового потока через которые возникает электрическое напряжение которое вы можете пользоваться по своему усмотрению заряжать ноутбуки фотоаппараты видеокамеры чего угодно 50 ватт в наше время это очень много хочу заострить внимание что во время трагедии землетрясения на фокусиме мы отправляли в японию партию электрогенерирующих печей познакомившись с нашими вот коллегами на выставке salt lake city они увидели эту печь и мы большую партию отправили к японию можно найти в интернете отголоска этой истории за последний год на рынке произошли существенные изменения и ряд поставщиков красивых импортных европейских изделий сытка ушли по разным причинам и поэтому мы решили немножко пытаться эту нишу восполнить его привезли такую совершенно новую печь такую красивую буржуечку такой красивый камелёчек в отделке чугуна в отделке ламелей из природного камня серпентинита на чугунных ножках с красивым чистым горением эта печь совершенно новым и даже название для нее не придумали но видите что она имеет прямое родство с нашей банной печи гордарика популярно известный из этих же элементов состоит вот наверное с очень большим удовольствием я хочу представить эту отопительную печь линейка которая называется огонь батареи ну название год батареи пришло само собой когда ее форм-фактор был уже отрисован и вот это вот боковые так называемые щелевые конвекторы обрели форму всем известных чугунных батарей всем с детства известных которые никуда не делись вот как бы это такая батарея топительная которая наполнена огнем хочу что сказать что на сегодня это самое самое популярное российская отопительная печь и предмет попыток воспроизвести ее копии так или иначе самое главное достоинство этой печи это так называемую структура полезной тепловой мощности дело в том что вот если буржуйка на вас жарит пламенем с этой стороны холодно с этой стороны горячо то это печь порядка 70 80 процентов полезного тепла превразует в конвекцию при я таки вот интересно вот высокотехнологичным элементом который называется щелевые конвекторы то есть совершенно новое оригинальное изделие которое на рынке уже 12 лет все дело не волшебных пузырьках вот в этом элементе высокотехнологичным сложным который уже вот ну наверное в миллионах можно исчислять вот это вот сколько сделано вот печь огонь батареи и и представлять не надо все знают просто рекомендую на нее обратить внимание это линейка интерьерных печей каминов статика я думаю раз посмотрев на них понятно что ни с какой другой печи по форм-фактору вы не спутаете есть четыре основных исполнения линейка каминов статика самая главная базовая модель это модель тетра у нее есть четыре угла это модель секста пристенная у нее есть эркерное остекление и таких вот шесть уголков это угловая модель квинта с пяти углами и для тем кому хочется поменьше размером есть такая вот модель тетра мини совсем такая маленькая аккуратненькая красивая печечка они характеризуются тем что дрова закладывают в них вертикально довольно длинные до 50 сантиметров они горят очень красиво чисто все эти печи сертифицированы по европейскому стандарту и n13 240 ну такая приятный интерьерный камелёчек который будет радовать не только теплом но и внешним видом сразу хочу сказать что под их кожухом развернута достаточно серьезная система оребрения которая примерно как примена в огонь батареи которая эффективно преобразует тепло конвекцию излучение это небольшое нее двойное экранирование и тоже она в общем-то основную долю тепловой мощности превышает конвекцию рядом с ней комфортно она не лучше я сижу возле всем известной печки нормаль которая выпускается более 18 лет это одна самых элегантных простых но популярных буржуев вы видите не просто так здесь рядом стоит радиатор водяного отопления дело в том что мы модернизировали эту печь скрестили немножко ужас ежом и получили очень такой интересный гибрид вы прекрасно знаете что если вы приезжаете на вымороженную дачу то ни один прибор кроме буржуйки не справится задачей быстрого поднятия температуры с этим прекрасно справляется печь буржуйка но как это пить смежное помещение вот хорошо бы туда завести батареи так вот мы в нашу печь нормаль вмонтировали серьезный большой водяной теплообменник которую можно подсоединить радиаторы количеством 25 вот таких секций имеют мощность встроенную 5 киловатт и таким образом вы вот ну сколько ну 5 батарей по 5 секций можете завести в смежное помещение и уже продолжить их водяное отопление эта печь называется не нормально называется нормаль батарея этот теплообменник легко обслуживать он вынимается через большую горловину этой печи его можно подварить что-то обслужить если он разморозится в общем такой интересный гибрид буржуйки и небольшого отопительного водогрейного котла вот таким образом такой гибрид смесь бульдога с носорогом буржуйка и водогрейный котел в одном флаконе далее вы видите печь меньшего объема чем нормаль это очень известная очень популярная печь среде продавцов говорится то что продается километрами это всем известная печь золушка про золушку сложно сказать новая она тоже выпускается порядка уже не знаю сколько 15 или 18 лет и это самая маленькая элегантная буржуйка вы видите что главное и отличие форм-факторе есть конвекционной кожухи у нее нет ни одного видимого сварного шва при всей простоте и минимализме она очень элегантная ну и самая простая и дешевая элегантная буржуечка с названием или бурже вот вы ее перед собой видите ну это просто буржуйка Что про нее говорить? Она маленькая, скромная, трудяшка, ну и при этом мы постарались ее сделать максимально элегантной, максимально изящной. Она очень экономичная, приятная, прикольная такая буржуйка, просто буржуйка. Здесь представлена самая, наверное, популярная банная линейка печей ТМФ. Это печи Гейзер, которая не нуждается в представлении вообще никому, наверное, ни конечным потребителям, ни продавцам магазинов, ни дистрибьюторам. Дело в том, что эта флагманская модель компании ТМФ, она отличается не только проработанным элегантным внешним видом и разными вариантами исполнения, самое главное внутри. Дело в том, что на этой печи серийной мы впервые в 2009 году применили систему двукратной подготовки пара. Когда пар, попадающий в каменку, не выходит в парную, а он проходит еще один этап пароподготовки на другой каменке. То есть в парную выходит не кипящая розоль с брызгами и пылью, не знаю, еще с чем-то. А в одной каменке мы испаряем воду, в другой каменке пар перегревается. Это стало печь настолько популярным, что, наверное, сейчас стандарт классических печей для русской бани. На ней была впервые применена известная цилиндрическая закрытая каменка, которая со всех сторон нагревается пламенем. Печь Гейзер, что про нее говорить? Набирайте в интернете Гейзер ТМФ и смотрите, не знаю, сотни тысяч разных отзывов о ней положительных. Очень приятно, что многие компании взяли за основу конструкцию этой печи. И вот к величайшей радости я вижу, что те или иные элементы этой печи появляются у производителей разными. Это печь Бирюса. У нее очень интересная история. Когда в 2008 году случился кризис, мы решили сделать кит-набор. Сделай сам. И сделали такой набор деталей, чтобы получалась самая народная классическая печь для бани, которую все знают с детства. Снизу топка, посередине трубчатая каменка, цилиндр закрытый, сверху водяной бак. Только обличили ее в некоторый дизайн хороший и думали, что люди будут покупать детали, поскольку кризис, будут сами себе делать. Не тут-то было. Никто ничего сам делать не стал. И мы в 2009 году эту печь превратили уже из продающегося набора в серийное изделие. То есть это печь, которая идет в комплекте с закрытой каменкой, с боковой подачей, как все, не знаю, 70-х годов, кто жил, помнит, на дачах были. И сразу с большим водяным баком. Она отличается только элегантным внешним видом. Самая-самая русская классическая компоновка печи для самой простой дачной бани. Если есть маленькие печи, типа Асай или Бурже, то должна быть самая большая печь. Это наша печь Гекла. Ну, понятно, что Гекла один из таких вулканов в Исландии. Это печь для коммерческих бань, для очень больших. Она отличается тем, что у нее огромная закрытая каменка, у нее огромные поверхности конвекционные для быстрого нагрева воздуха. У нее есть интереснейший такой вариант дизайна, который мы впервые внедрили на этой печи. Это такой иллюминатор сзади. То есть у нее есть не только стекло со стороны тоннеля, куда люди подкладывают дрова, но и в парной прекрасно видно, вот как горит огонек. То есть это самая большая печь в нашем ассортименте, предназначена для использования в огромных коммерческих парных. Она сделана из жаростойкой нержавеющей стали, входит во многих коммерческих банях, и люди меняют ее одну на другую. То есть более мощной печь с мощным конвекционным нагревом и с большей каменкой. Ну, сложно себе представить за такую цену. Волей-неволей мы должны расширять свой ассортимент. И это два примера того, как ТМФ пошел в сегмент электрических камен. Здесь представлены две электрокаменки нашего оригинального, в общем-то, очень оригинального дизайна. Это печь с названием MaryX и печь с названием PrimaVolta. Могу сказать, почему такие названия, что вот эту печь я вдохновился, будучи в Лондоне, глядя на известнейший лондонский небоскреб MaryX. И поэтому вот буквально я уже в аэропорту, когда летел назад из Лондона в родной Новосибирск, эскизировал о самолете вот эту печь. Вот видите, вот эта форма, она очень непростая. И я бы, наверное, с удовольствием покажу стапеля, в которых эта печь собирается. Вот, это такие оригами, что ли, в металле. И вот эта печь PrimaVolta, ну, Volta это что-то электрическое, название взялось, когда мы вставлялись на выставки в Италии про Джетто Боков в Перронии. У нас спрашивали, очень часто у итальянцев звучало слово PrimaVolta. Я заинтересовался, что такое, оказывается, по-итальянски PrimaVolta это первый раз. Вот, ну и поскольку это была первая для нас печка, вот вы ее назвали PrimaVolta, первый раз по-итальянски. Оцените ее дизайн, оцените холодную штамповку, пожалуйста, оцените цвет. Она в двух вариантах, в напольном и настенном печь PrimaVolta. Ну, такие очень добротные печи, хорошего дизайна, они украсят любую парную. Они выполняются в разных вариантах электрической мощности. Три, шесть и девять киловатт. Одним из важнейших элементов дачного загородного отдыха, это является возможность готовить еду, разные вкусности на открытом огне. В том числе, блюдо номер один, это шашлык. Перед нами мангал Жарден. Дело в чем, это мангал и мангал. Поскольку, если вы не профессиональный шашлычник, то, скорее всего, шашлык вы будете готовить раз в две недели. Ну, один раз в месяц, может быть, но раз в три недели. И после того, как вы шашлык приготовите, этот мангал будет стоять с углями и что попало, короче. Мы решили сделать такой фокус, что ли, да, что в то время, когда вы жарите шашлык, это отличный мангал, очень жесткий, хороший. Когда вы приготовили шашлык и убрали шампура в сторону, вы накрываете мангал вот такой крышечкой, и он превращается в такой элегантный столик в жарденьерку. Поставьте сюда цветочки, горшочки или еще чего-то, что вам нравится. И таким образом вы только будете знать, что это не элегантный столик с гнутыми ножками классическими, а такой мангал. Ну, а все прочее время это поставка под цветы, жарденьерка. Я стою рядом с грилем барабек. Но что такое финский гриль, все прекрасно знают. Для чего эта штука предназначена? На ней можно здесь жечь костер, приготовить угли или жарить вот на шашлык на вот этой вот решетке. Можно поставить вот такой мангал с шампурами. Казалось бы, чем тут можно удивить, да? Но поскольку эта штука сделана специально для России, а в России любят не только западную кухню, но и восточную, в частности плов, то этот гриль отличается тем, что в нем вмонтирована сразу печь для казана. Нам не сильно-то известны такие грили, в которых сразу смонтирована печь для казана. То есть вам не нужно покупать два устройства, одно для плова, другое для стейков. То есть в одном в этом комплекте сразу и вот такая дровяная печь. И если посмотреть, то одна из стоек, на которой подвешен зонтик, она является дымоходом печи. Есть такая проблема в этих грилях, что тяга в них устанавливается не сразу, но если вам стоит жечь в этой топочке несколько газет, то вот здесь дым пойдет и моментально сформирует тягу в верхнем дымоходе. Вот такая штука. Хотите плов готовить, хотите стейк, хотите чего угодно, да? То есть два в одном, комбайн. И для западной, и для восточной кухни. Это специализированная печь под казан Зухра. Восточное имя Зухра в переводе означает Венера. Опять, что можно выдумать в печке для казана? Опять то же самое, что в мангале Жарден. Потому что, ну, да сколько часто вы будете готовить плов на даче? Ну, я думаю, не чаще, чем раз в неделю, раз в две недели. И поэтому, когда вы приготовили плов, то убираем казан куда-то, ставим сюда вот такие вот кружочки. И это превращается в тумбочку для цветочков, в жардиньерку опять элегантную, да? Она стоит до следующего момента, когда вы придете на ней готовить плов. Посидеть у костра, это, наверное, после приготовления плова и шашлыка на даче, одно из базовых удовольствий. Но, так или иначе, нужно как-то оборудовать место под костер. Вот мы подумали об этом и сделали такое место для костерка с названием «Неандерталь». Ну, понятно, чему отсылает название к тем нашим далеким предкам, которые без костра выжить не могли. Вот такой костерок, такая вот элегантная костровая чаша. Причем это не просто чаша, она оснащена еще и вот такой решеточкой, гриль-решеткой. Внутри можно есть такой вот колосничок, где на углях можно прекрасно приготовить барбекю на прогоревших углях после костра. Тоже здесь применена популярная сетка Воронова. Нам очень приятно, что многие производители подобных изделий позаимствовали у нас эту сеточку. Когда у нас пытаются что-то заимствовать, нам очень приятно. А когда не заимствуют, мы, наоборот, огорчаемся. Здесь представлена серия коптилин для горячего копчения, серия «Нельма» и «Нельма Лайт». «Нельма» — это не просто коптильня, которая помещает 15 килограммов мяса, рыбы или чего собрались в коптиль, но и включает в себя сразу небольшую твердотопленную печечку. То есть вы растапливаете вот здесь дрова и поддерживаете в коптильню нужный температурный режим. Коптильня «Нельма» — такая очень большая, сверху там большое количество ярусов для загрузки. И вот ее такая младшая сестричка — это коптильня «Нельма Лайт». Посмотрите, как элегантно, красиво она сделана. Это вот наш фирменный стиль. Есть гидрозатвор, есть двухэтажные такие вот элегантные подставочки для, не знаю, 2-х килограммовые курицы сюда легко укладываются, плотненько. Есть вот такой поддончик для стружки и для сборки, вот чего там с кур, мясо, сало, рыба будет течь. Вот таким образом это все укладывается, закрывается. Вот здесь, если помещение, можно гидрозатвор сделать. И сюда подсадим трубочку «Кембрик», чтобы дым вывести куда-нибудь, допустим, в форточку. Здесь представлена часть нашей линейки газовых и газодровяных печей для бани. Это популярнейшие печи с закрытыми каменками с названиями «Таймыр», «Таймыр XXL» и печь с названием «Оранжблю». Но если с этими печами более-менее понятно, это печи с закрытой каменкой, с двойной пароподготовкой, что является визитной карточкой компании «ТМФ». Это хорошие, добротные газовые печи с хорошими горелками, с итальянской автоматикой фирмы «Сид». Но здесь посрединке стоит еще более интересная печь с названием «Оранжблю». Почему «Оранжблю»? Оранжевым пламенем горят дрова и голубым пламенем горит газ. «Оранжблю» из названия следует, что эта печь является газодровяной. То есть в чем ее фишка? В том, что если у вас пока газа нет, но его должны скоро подвезти, вам не нужно покупать две печи. Когда вам подведут газ, вы просто возьмете эту горелочку и присоедините ее в дровяную печь. И таким образом у вас будет полноценная хорошая газовая печь «Оранжблю». Но линейка газовых печей у нас гораздо шире, на выставке все представить невозможно. Но тем не менее, вот обратите внимание, что такие печи у нас есть. Мы не постеснялись привезти на выставку «Акватерм» свою, как бы можно сказать, ретро-линейку. Вот эта печь была самой первой печью, эта печь «Судент», которая сделала компания «ТМФ» в 2003 году. И затем мы развили вот эту ныне популярнейшую линейку трубных отопительных печей. Семейство профессор-бутаков – студент, инженер, доцент, профессор. Я даже не знаю, как сказать, это этап, это веха в развитии дровяных воздухогрейных печей российских. Есть огромное количество, в той более или менее удачных, десятки просто фирм, которые подражают в этой линейке. Чем мы очень рады, что нам подражают и делают подобные вещи. Но здесь есть, как самое популярное изделие «Студент», рассчитанное на 150 кубических метров, до такой серьезной печи 500 кубических метров и совсем здоровая – до 1000 кубических метров. Но я бы обратил внимание, вот на эти большие печи прежде всего, аналогов их совершенно немного, можно отапливать очень большие дачи. Где-то поставили ее в нижних ярусах помещения и прекрасно будет отапливать. Вот эту печь, ее можно использовать для отопления деревообрабатывающих цехов, допустим. Если есть большие помещения и много отходов древесных каких-то, то самое дешевое воздушное отопление – это печь профессор. Эта линейка выпускается уже без малого 20 лет и такая классика, что ли, надежная, проверенная. Но особо я хочу обратить внимание на что? Что вот все из этих печей – студент, инженер, доцент – есть версии, адаптированные для использования в качестве топлива каменного угля. Тут есть усиленные чугунные колосники, экранированные трубы стальными экранами. Ну, печь настолько проверенная, настолько старая уже, что вот даже не знаю, что про нее сказать. Все про нее сказано. К сожалению, размер стенда на выставке не позволил нам выставить весь ассортимент. И особо это коснулось линейки наших водогрейных котлов. И мы здесь представили экспозицию водогрейных котлов, в которых линейка достаточно большая, самых разных мощностных параметров, форм-факторов. Представили только три котелка всего лишь. На сайте их у нас гораздо больше. Это котел «Цельсий», это котел «Ташкент» и котел «Оптимус». Они выпускаются в разных линейках мощности – 12, 16, 20, 25 и 30 киловатт. Просто рекомендую обратить внимание, посмотреть на наши котлы. И вот что я хочу сказать. Мы вас нашли вот по данной печке в интернете. Увидели, узнали, что... Печь в Мангазееве. Монгасею, да. Что мы можем ее посмотреть в живую. Решили в живую пообщаться, но когда мы пришли, мы увидели тут такое многообразие, что вот сейчас просто для нас головная боль. Вы большие молодцы, это произведение искусства. Что искусство? Вот это, да, искусство? И вот это, ну. За то, что у нас есть такие гении, которые придумывают такие красивые, очень красивый дизайнер. решение. И проходил мимо вашего стенда, обратил внимание на дизайн, мне очень понравился дизайн, я не ожидал. А что не ожидали, что это русский товар? Да, я не ожидал, потому что именно видно, сделано правильно, видно, что сделано качественно и из любови. Мы занимаемся строительством домов, я сам лично хотел себе купить и поставить в дом такую штуку, но меня ограничила цена. Цена 200 тысяч рублей и плюс, многих ограничено. Сами видите, цена достойная, сделана все четко. Красиво, без косяков, ну реально. Честно сказать, по дизайну ТМФ, ну вне конкуренции, это никто не сравнится. Ну спасибо большое, спасибо. Это люди говорят. Печка Тунгуска, у меня уже в бане вторая работа. А первая с какого года? Первая, ну где-то с 2003, с 2004 года. И сколько лет она у вас отпахала? Ну она отпахала лет, наверное, 12. Понравилась бочка, но это может быть то, что нам интересно. Потом также понравился мангал в качестве столика, если надо, ты используешь как мангал, если нужно, ты используешь как столик, закрываешь. И тоже для нас было интересно, это костровище, что можно там и сделать, приготовить, и в то же время костер пожечь, все по доступным ценам и с интересной идеей. Удивился тому, что когда мне пришли устанавливать печь, я спрашиваю, ребята, это что такое? Вот это, говорю, защитный корпус? А я говорю, нет, это печь. Тогда уже подходит более детально, видно, что технически все это как организовано, грамотно. Кратко о моих впечатлениях. Приехал на выставку, просто посмотрел, просто шел мимо и не смог пройти мимо, потому что вот это, это прекрасно. Таким образом провели очень небольшую сжатую экскурсию по ассортименту компании ТМФ. К сожалению, ограниченность стенда не позволила нам показать все изделия, все модификации, все модельные ряды. Мы умудрились спихнуть сюда всего 67 образцов, 67 из каюток, так называемых, которых у нас в компании более 400. Это не только печи, котлы и камины, но огромное количество аксессуаров, дымоходов, водогрейных баков и много-много-много чего полезного, вспомогательной продукции. Заходите, пожалуйста, на сайт tmf.ru, где вы сможете посмотреть полностью на то, что для вас сделаем в течение довольно большого времени, как календарь показывает, уже более 22 лет. Спасибо большое!